Здравствуйте! Это программа в центре событий. В студии Наталья Степанова. И коротко о главных темах. Второе место на округе сургутяне получили возможность реализовать свои проекты в рамках Лиги управленцев Югры. Конкурс длиною в год. Старый сургут презентовал самое масштабное событие на Югротур. Один из лучших в стране. Центр адаптивного спорта с рабочим визитом посетил генеральный секретарь Паралимпийского комитета России. Оправдать доверие избирателей и продолжать решать важнейшие проекты. Региональное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги работы за год. На 30-ю окружную конференцию, которая состоялась в Ханты-Мансийске, приехали около 150 человек. Это избранные на местных конференциях партии делегаты, а также депутаты Думы округа и представительных органов местного самоуправления Югры, главы муниципальных образований, актив регионального и местных отделений партии, сторонники «Единой России» и молодогвардейцы. Обсудили много важных событий, которыми отметился 2018-й. Например, выборы президента России, голосования за парламентариев в окружных городах и поселениях. В частности, «Единая Россия» боролась за 773 мандата. Представители партии в итоге заняли 82,5% кресел в Думах различного уровня. Говорили о реализации партийных проектов. Всего их на территории Югры осуществляется 20, 14 федеральных и 6 окружных. Один из самых известных – формирование комфортной городской среды. Секретарь регионального отделения партии Борис Хохреков отметил, что депутаты из собственных фондов выделили на его исполнение в этом году порядка 110 миллионов рублей. Поставили на региональной конференции задачи на будущий год. Мы будем работать над тем, чтобы те обещания, которые даны, и те, по сути дела, надежды, которые на нас возлагает население Югры, чтобы сбылось. Еще раз подчеркиваю, что мы это делаем вместе с губернатором Югры, с Натальей Владимировной Комаровой, с правительством, со всеми членами партии «Единая Россия», депутатским корпусом, в принципе, со всем населением Югры. Отстояли честь Сургута и вошли в кадровый окружной резерв. В Хантамансийске состоялся региональный этап проекта «Молодежная лига управленцев Югры». Всего за несколько месяцев с начала старта муниципальных отборов его участниками стали больше 350 молодых жителей автономии. В столицу Югры приехали 37 человек, чтобы побороться за звание победителей в трех направлениях. Государственное и муниципальное управление, бюджетная и общественная сферы. Длился региональный этап лиги управленцев четыре дня. Участникам предстояло пройти 13 конкурсных испытаний, например, решить кейсы по проблемным ситуациям. Сургут представляли Никита Никешин и Фрол Антохин. Самым сложным из 13, которые были в Хантамансийске, для меня, наверное, является все-таки день дублера. Потому что так глубоко проникнуть в деятельность организации, буквально всего за 6 часов, голова начинала думать, думать, думать с большей силой. Дублировал руководителя фонда поддержки гражданских и социальных инициатив. В итоге Никита Никешин занял второе место по направлению общественная сфера. На второй строчке расположился и Фрол Антохин, но уже в государственном и муниципальном управлении. Ребята получили дипломы и рекомендации от окружных ведомств, а также шанс побороться за грант губернатора, который они могли бы направить на реализацию своих идей. Слово, проекты, которые Никита и Фрол представляли на муниципальном этапе, уже имеют все шансы воплотиться в жизнь. Никита, который работает в школе учителем технологии, получил предложение организовать центр творчества на базе молодежного центра технического моделирования «Амулет». Фрол, который придумал сортировать и утилизировать твердые бытовые отходы, претендует на реализацию идей в соседнем муниципалитете. Сейчас по линии своей непосредственной деятельности, работая в администрации Сургутского района, мы активно продвигаем создание такого комплекса на территории Сургутского района. Сейчас мы с этой инициативой также будем выходить на окружные департаменты. Осталась неделя. Администрация Сургута практически закончила демонтаж и вывоз гаражей из 5-го А микрорайона. На данный момент на муниципальной земле осталось 17 железных боксов. При благоприятном стечении обстоятельств полностью их снос завершат через неделю. Напомним, история с гаражным кооперативом «Нефтяник-1» началась еще в 2001 году. Согласно генерального плана города, на месте, где стояли постройки, должна появиться школа. Власти пытались решить вопрос мирным, предлагали собственникам гаражей другие земельные участки. Однако ни люди, ни председатель на контакт с мэрией не пошли. Через суд администрация признала боксы собственностью города. Демонтируют и вывезут их за счет муниципалитета. Городостроительным планом предусмотрено строительство средней образовательной школы на 1500 учеников. При условии межевания, если будет возможность расположить еще дополнительную автостоянку для медицинского учреждения, то этот вопрос, естественно, будет рассматриваться архитектурой и градостроительством администрации города. Граничат с участком, на котором располагались гаражи, сразу три крупных медучреждения. Это клиническая городская больница номер один, окружной кардиодиспансер и перинатальный центр. В случае, если проект школы оставит территорию под парковку, на этом месте может появиться многоуровневая стоянка. И это, похоже, будет единственный выход для решения ситуации с машинными стами в том районе. Добавлю, что перед тем, как в 5-м А начнется возведение учебного заведения, участок, на котором стояли гаражи, нужно будет еще очистить от мусора. На сегодняшний день вывезено примерно 2000 кубометров отходов. Убрать предстоит еще столько же. По следам ЧП в Сургуте проходят проверки образовательных учреждений после трагедии в Керчи. Тогда, напомню, ученик местного колледжа привел в действие самодельное взрывное устройство, а после этого открыл стрельбу по находившимся в здании людям. Погибли 20 человек. По поручению Генеральной прокуратуры России во всех регионах страны до конца этого месяца должны завершиться внеплановые проверки образовательных организаций. В Сургуте сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими, пожарными и другими контрольно-надзорными органами проинспектировали объекты образования, интересовали наличие и работоспособность технических средств безопасности, соблюдение всех антитеррористических требований. В каждом образовательном учреждении у нас организована охрана, подключена к системе Росгвардии, то есть без проблем, если в случае тревоги срабатывает тревожная кнопка, приезжает сразу же. Охранники образовательного учреждения обеспечены металлоискателями, рамками. При посещении без паспорта вы туда не пройдете ни в одно образовательное учреждение. Вас записывают, спрашивают, куда вы вызывают непосредственно педагога, к которому вы идете. Месячник правового толерантного воспитания начался в Сургутском районе. В течение всего года с несовершеннолетними ведется просветительская работа, беседы и встречи с подростками на тему экстремизма и терроризма. Но именно в этот месяц все органы и учреждения профилактики активизируются. Отдел полиции, Центр помощи семье и детям, комиссия по делам несовершеннолетних, проводятся круглые столы, диспуты, конференции, родительские собрания. Заключительным этапом месячника станет игра «Имею право» 12 декабря. Традиционно в течение уже 17 лет он длится до 10 декабря. Я работаю с 99-го года в комиссии по делам несовершеннолетних. А в 2000-е годы был очень большой рост наркомании и преступности. И вот я сейчас даже помню, в 2000-м, в 2001-м году у нас было преступление совершено в городе Ленторе, где-то вот 46, 48, 50, то есть, да. И сейчас вот у нас в 16-м году было только одно преступление, в 17-м году всего три преступления. То есть на этот город, как бы, я считаю, что очень эффективно работают службы, школы, то есть во взаимодействии друг с другом. Заглянули в будущее. Проект фестиваля национальных культур соцветия историко-культурного центра «Старый Сургут» стал призером на 17-й выставке-ярмарке «Югротур» в Хантамансийске. В ее рамках проходил конкурс «Туристическое событие-2019». То есть задача у номинантов была непростая – завить самое яркое будущее мероприятие года. Сургуту исполнится 425 лет, и соцветие будет одним из ключевых праздников. Определила сургутян в их номинации «Нягонь» с Кубком КВН и Хантамансийск с проектом «Техно-елка». В фестивале уже больше 20 лет проведения его на территории города Сургута. И сама презентация в этом году, говоря о защите проекта, решили вывести кусочек соцветия и действительно презентовать его как национальный праздник. Поэтому сама презентация происходила в национальных костюмах. И одной из ярких составляющих соцветия является выставка национального хлеба. Поэтому и членам жюри были предложены продегустировать национальный хлеба в фестивале соцветия. С песней по жизни в Сургуте прошел городской фестиваль самодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров. Планная задача встречи – организация досуга, самореализация и развитие творческих способностей людей старшего поколения. На протяжении года коллективы и ансамбли проходили этапы отбора по трем направлениям. Русские народные напевы, популярные советские шлягеры, оригинальные исполнения. Завершающий концерт фестиваля получился ярким, энергичным и задорным. Организатором фестиваля является городской культурный центр по поддержке Комитета культуры и туризма администрации Сургута. На протяжении трех этапов оценивала выступления коллективов участников профессиональной жюри. 21 раз проходит этот фестиваль и его уровень все время растет. Исполнительское мастерство становится все выше. Этот год особенный, потому что просмотр хоровых коллективов и ансамблей сольных номеров прошло три раза. То есть проходило три отборочных тура в разных направлениях. И каждый раз мы выбирали самых лучших, самых ярких. За время проведения 21 фестиваля было исполнено 72 номера. Это 26 творческих коллективов ветеранов и пенсионеров в возрасте от 50 лет и старше. Программа гала-концерта включила произведения различных жанров – вокального, инструментального, хореографического. Кризовых мест решили не прислуждать, победила дружба. Заслуженные награды получили все творческие коллективы. В Ханты-Мансийске в пятый раз прошел Кубок Югры по хоккею «Следж». В этом году турнир приобрел статус международного. Кроме России участие в нем приняли команды из Чехии, Японии и Словакии. Победителем стал «Феникс» из Московской области, обыграв наш Куб Югра. На Кубке побывал Андрей Строкин, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России. К продолжению визита в округ он решил лично посмотреть, как развивается спорт в Сургуте. Сам пятикратный чемпион паралимпийских игр по плавению Андрей Строкин по себе знает, как важны условия тренировок для таких спортсменов. Особые методики подготовки и тренажеры – все это сосредоточено в Центре адаптивного спорта. Мои впечатления, они самые лучшие в связи с тем, что то, что мне удалось увидеть, это, конечно, новый инвентарь оборудования, огромные помещения, залы для занятий адаптивной физической культурой и лечебной физической культурой, прекрасный манеж для проведения соревнований по легкой атлетике и тренировочных мероприятий. Отрадно, что это заведение пользуется спросом, у населения здесь проходят соревнования, люди приходят позаниматься спортом, и я думаю, что в ближайшее время здесь будут проводиться крупнейшие региональные возможности российские соревнования. У нас, конечно, все прекрасно. С выявлением манежа есть возможность вообще, чтобы результаты росли. Прекрасные условия. По словам Андрея Строкина, подобных центров в стране не так много, как хотелось бы. В будущем при содействии Федерального министерства спорта Сургут сможет принять масштабные турниры. А пока российские паралимпийцы ждут решения Международного комитета о допущении на мировые соревнования. Напомним, наши атлеты были отстранены от участия по девяти видам. Летним – это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, пулевая стрельба. И зимним – лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, сноуборд и хоккей-слэш. В начале следующего года ожидается заседание Международного паралимпийского комитета, где, возможно, будет принято решение по российским спортсменам. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indifisnews.ru. Программу «В центре событий» с Иваном Фирсовым смотрите сегодня вечером на телеканалах «Сургут Интерновостей». Всего доброго. Танец – это история жизни. Вы готовы продлить свою историю? Продлите танец своей молодости. Идеальная обувь на любые холода. В магазинах «Жета» новая коллекция удобной, стильной и качественной обуви. Комфортные цены. Действует дисконтная система. Доставка «Пловхаус». Здравствуйте. Аппетитный и ароматный плов. Сочные и горячие манты. Сытная самса. Восточный и вкусный лагман. Горячие предложения. Сытные скидки и удовольствие с быстрой доставкой. Вкусная доставка от «Пловхаус». Кухни, спальни, детские шкафы, купе, мебель для офиса. Удивительно низкие цены. Торговый дом «Евроофис». Улица Островского, 26-3. Телефон 510-210. В ювелирном салоне «Ринго» новинки. Фантазийные природные мотивы серебряных украшений бренда «Трента». Речайший розовый жемчуг. Дизайнерские украшения от Ярославной Добрянской. Золотые изделия высшего качества. Цена за грамм – 2300 рублей. Ниже, чем в среднем по городу. Улица Декабристов, 9А. Хотите почувствовать себя звездой? Коралки-бар «Спой-птичка» приглашает в гости всех, кто идет с песней по жизни. Уютный зал на 60 мест, танцпол, разнообразные блюда, напитки и, конечно, любимые песни. Принимаем заявки на новогодние корпоративы. Звоните 97-21-97. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90-12-13. С любимыми не расставайтесь, с друзьями почаще встречайтесь и праздники со вкусом отмечайте. Ресторан «Аккорд» предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан «Аккорд». Звоните 33-55-00. До сих пор ждешь, когда упадут цены на жилье? Ниже уже не будет. Покупай прямо сейчас готовое жилье по улице Усольцево, 26. Однокомнатные квартиры от 1 миллиона 650 тысяч рублей. Двухкомнатные от 3 миллионов 200 тысяч рублей. Трехкомнатные от 3 миллионов 300 тысяч рублей. Ипотека и акции при покупке от ведущих банков. Кстати, внести оплату теперь можно через сайт sps86.com. Улица Тюменский тракт, 2-1, телефонное дело продаж в Сургуте, 600-190. СИПРОМ СТРОЙ. Добро пожаловать домой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер прогноза погоды – Киа-центр Сургут. Официальный дилер Киа на нефтеюганском шоссе 62-2. Погоду на юге Тюменской области определяет антициклон. Вероятность осадков минимальная, температурный режим в пределах климатической нормы. Остальная часть региона остается под влиянием североатлантического циклона, насыщенного облажными снегопадами и аномальным океаническим теплом. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно, временами снег. Ветер юго-западный с переходом на западный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – минус 3, минус 8. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции обуви «Осень-зима-2018». Распродажа обуви весна-лето 2018. Скидки до 70%. Скидка на всю обувь до 70% в магазине «Дисконт-центр». Улица Профсоюзов – 21. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. У малышки «Бэйби Борн» есть сестричка. Пить из бутылочки, меняться одеждой можно вместе. Интерактивные куклы «Бэйби Борн». Дешевле только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам удачи и до встречи!